С огнём шутки плохи, даже если это бенгальский огонь, а что уж говорить об излюбленных новогодних фейерверках, которые могут стать причиной испорченного праздника. Причём виноваты в это могут быть не только производители, но и продавцы, которые нарушают правила хранения или место продажи, не соответствуют нормам. Вместе с инспекторами мы заходим в первый пиротехнический магазин и сразу проверяющий отмечает нарушения. Существует правило пожарной безопасности 2012-й, и там есть специальный пункт, где написано, что не разрешается. Должна быть отделка стен пути эвакуации, должна быть из негорючего материала. Семейный подряд супругов Араповых продают зажигательную продукцию не так давно, и, казалось бы, молодые люди учли всё, что было предписано. И пожарную сигнализацию установили, и железный ящик для хранения фейерверков поставили. А про стены забыли. Этот недочёт обещают устранить. Помещение мы ориендуем просто, как у нас, кто хозяин этого всего, как он сделал так. То есть пока будем переделывать, будем стараться работать над этим. За последние годы, отмечает инспектор, пожаров и трагедий, связанных с ненадлежащей продажей пиротехники, не было. Всё дело в том, что подобные проверки в таких магазинах не редкость. И продавцам дороже будет каждый раз всё исправлять, чем один раз сделать всё по уму. Штраф, в случае чего, может достигать 400 тысяч рублей. Татьяна Кошелка, Рамон Боричев, Новости дня.